Привет, друг! Меня зовут Маша, и я рада видеть тебя на своем канале! Сегодня у нас 21 мая, и хотя я знаю, что данное видео выйдет только через неделю, вчера у меня был день рождения, и я решила воспользоваться случаем, посетить один из самых моих любимых книжных магазинов, купить там красивые открытки для рассылки и отправки посылок, и заодно заснять для тебя влоговое видео, показать этот книжный магазин, рассказать про него поподробнее, а потом прогуляться по нашему прекрасному Академгородку, показать чудесные места, в которых я живу. Так что подписывайся на канал, если ты этого все еще не сделал, я буду тебе очень благодарна, заваривай себе вкусный чай, и приступим! И прежде чем отправиться в книжный магазин, я решила заглянуть в лавку буккроссинга и отнести туда несколько книг, которые мне уже не нужны. У нас в Академгородке очень много таких будочек небольших, каких-то специально оборудованных мест для того, чтобы отнести свои уже ненужные книги. У меня таких книг оказалось очень много. Дело в том, что совсем недавно я разбирала старый гараж с кучей книг, которые были заброшены. Я их решила спасти. Если ты, кстати, не видел это видео, я рекомендую тебе пройти по ссылке. Я оставлю ее здесь в инфобоксе. И можно посмотреть это видео, оно получилось очень интересное. Мы с подругой просматривали всю фэнтези, фантастику, которая мне попалась. И там огромное просто собрание. На сегодняшний день в буккроссинге оказалось не так много книг, но тем не менее я смогла присмотреть даже для себя что-то интересное. Но не стала ничего брать, потому что у меня очень много непрочитанных книг сейчас. И здесь даже оказался русско-французский словарь. Но в этом весь Академгородок очень интересно, необычно. Но в этом нет ничего неожиданного, потому что Академгородок очень неожиданное место само по себе. И вот наш любимый книжный, который я очень-очень люблю. За его нестандартный формат. Он, кстати, находится у нас в таком кинотеатре молодежном, который называется Юнос. Здесь также выступают, проходят какие-то кружки, занятия. Но я сюда пришла в первую очередь для того, чтобы купить красивые открытки, потому что, мне кажется, я просто не знаю другого места, где такой огромный выбор открыток на любой вкус, с разными вообще иллюстрациями, к книгам, к каким-то произведениям. Просто очень веселые, интересные, атмосферные рисунки. И этот книжный я люблю за то, что он, ну, я не знаю, как это описать, он такой неформатный, уютный. Здесь можно просто прийти, посидеть, купить кофе. Здесь же есть специально кофейня для этого, прям вот на территории. Ты берешь чашечку кофе, садишься с книгой и просто отдыхаешь. Ну, а выбор книг здесь великолепный. Самые горячие новинки, они просто сразу же приманили меня к себе. И хотя я думала, что я постараюсь так вот зайти в книжный магазин и ничего не покупать из книг. Но моя подруга все-таки подарила мне чудесную книгу. Ты увидишь ее чуть позже в видео. Ну, а вот этот стенд с новинками, он просто приманил меня, притянул. Я не могла от него оторваться. И, честно говоря, я, наверное, бы, если бы себя намеренно не ограничивала, никак бы не ушла с одной книгой. Наконец-то увидела вот эту новинку Оруэлла 1984 в новом переводе с иллюстрациями. Конечно, шикарное издание, но я смогла себя сдержать. Посмотрела Сорокина. В последнее время я так много слышу про Сорокина. Я не знаю, это просто какой-то бум. Все мне про него рассказывают. Но я понимаю, что это совершенно не моя литература. И мне нравится, как в этом книжном магазине сочетаются все книги на полках. Я просто подхожу и залипаю в них. Увидела вот здесь Питера Акрейда, которого недавно буквально для себя открыла. Купила вот как раз эту книгу почитать. И многое другое, о чем наслышано благодаря Буфтьёбу. Обожаю детские книги. Просто это моя отдельная любовь. Вот что за прелесть названия Пулек. У самоката всегда такие трогательные издания. И если бы мои дети еще не выросли, я обязательно бы ее купила. Вот только посмотри, какой чудесный пес. Он так прекрасно нарисован. Я иногда сама хочу стать ребенком, чтобы читать это. А вот эта книга стала для меня неожиданностью. Я читала у автора в свое время Пакса. Брала эту книгу для детей. Но когда я прочитала сама, я поняла, что для моих детей она будет слишком жестокая. И в итоге я ее прочитала и поставила на полку. Я не знаю вообще, когда-нибудь согласятся ли мои дети почитать эту книгу, захотят ли. Потому что она такая суровая. Хотя там говорится об очень полезных, нужных вещах, о которых стоит говорить. Также вот здесь мне попалась Тетралогия и Тайны Чароводья. Я давно нигде не встречала все четыре книги в свое время. Вот пока я сомневалась, покупать мне ее или нет, купить себе или детям. Она пропала из продажи. Я, кажется, в Читай-городе видела две книги, но не все четыре. И моя любимая серия книг Настя и Никита. Познавательная серия для детей, которую, мне кажется, с удовольствием прочитает любой взрослый. Моя мама купила себе книгу про Арбат. Ей было очень интересно. Я очень люблю эти книги. Они так красиво изданы. Их даже вот прям не стыдно купить в подарок для ребенка. И мы прям классом как-то закупали все эти книги разные. Причем, чтобы дети могли обмениваться между собой. Но наша идея не сработала. Как-то дети не так слишком, не сильно заинтересовались. И никто что-то не обменивался. Но идея была классная. И тут я нашла, представляешь, книгу моего учителя по фотографии. С ее школы я, можно сказать, начала свой путь. Благодаря Ане Масловой я научилась видеть свет, чувствовать композицию. В общем, это самый мой старт. И прекрасная книга про Академгородок. Это место, в котором я живу. Благодаря моим бабушкам, дедушкам, которые в свое время приехали сюда для того, чтобы продвигать науку, создавать новый Академгородок. И это действительно потрясающее место, уникальное. Вот наш огромный Новосибирский государственный университет. Я здесь нашла всю правду о Салли Джонс. Правдивая история Салли Джонс. Она называется «Я обожаю эту книгу». И вообще вот этот стенд с детскими книгами, наверное, вот это самая большая любовь вообще в этом книжном магазине. В свое время в этом книжном магазине у меня была встреча с автором, с Тамарой Михеевой. И эта встреча была совершенно неожиданной. Мы просто гуляли с детьми по улице и увидели табличку. Встреча с автором. И мы не знали, что это за автор. Зашли в книжный и купили там книгу, которую она нам подписала. Вот, собственно, эта книга. Только у нас более раннее издание, без иллюстраций. А это издание уже вышло гораздо позже. И мне кажется, что иллюстрации у ней какие-то необыкновенные, светлые, такие душевные. Как и сама история. Я, когда купила эту книгу, опять же, в первую очередь взялась читать сама. И была в восторге от того, как у Тамары Михеевой получается создать такую сказочную атмосферу в своих книгах. При этом такую знакомую нам с детства. Как будто ты вернулся в свое детство. Но только оно наполнено какими-то невероятными, волшебными событиями. И вот эта теплая атмосфера, я до сих пор ее вспоминаю, когда думаю о ее книгах. К сожалению, я прочитала не так много книг Тамары Михеевой. И вот этой книги Мия, которую мне встретилась здесь, у нас нету. Я в свое время ее вовремя не купила, потом она опять пропала. Здесь вот она мне встретилась. И я сразу вспомнила это забытое чувство, которое я испытала после прочтения и во время прочтения Асиного лета. Вот эта эпичная полка, на которой написано Янка Далт. Хотя я предполагаю, что, конечно же, Янка Далт это то, что под табличкой. Но сам факт. Ты читаешь надпись Янка Далт и сразу же видишь Умберто Эка. Суровый академгородок. Ну и так как я практически не читаю нонфикшн, то вот к этим стендам с психологией я подошла уже в самый последний момент. Хотя даже здесь я смогла найти книги, которые были мне интересны. Я одно время хотела прочитать вот эти две книги, которые то, что сделано в России. Изобретения, которые были сделаны в России. И я эту книгу здесь увидела. Изобретено в России. Вот так. Такой состоялся поход в книжный магазин. Я думала, конечно, что уйду без книги. Но моя подруга подарила мне мою темную Ванессу. Можно сказать, что она приняла решение за меня. Я долго ходила кругами вокруг нее. Читать или нет. Сейчас многие читают эту книгу, делают о нее обзоры. Я, честно говоря, не знаю. Боюсь немножечко читать. Мне кажется, что это очень болезненная тема. Но теперь я точно уже ее прочитаю. Мне не отвертеться. Ну вот мы с Олей гуляем по Академу. Зашли на территорию нашего Новосибирского государственного университета. Я читаю книжечку, начала читать, которую она мне подарила. Теперь придется ее в скором времени все-таки читать. Зато ты сделаешь классный обзор на эту книгу. Вот. А Оля вяжет. Да, сейчас. Все тот же носок, который был до этого, потому что мне его нужно закончить. Так что классно проводим время. Да. Это площадка на территории нашего нового университета. Вернее, нашего нового корпуса университета является одной из любимых у многих. Сюда все приходят фотографироваться, просто посидеть, почитать, провести приятное время. И действительно очень здорово сделали. Так красиво. Я обожаю это место. Часто здесь гуляю. Еще у нас в университете проводятся всякие мероприятия для детей. Мы часто летом ходим здесь на лекции, посвященные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина вместе с детьми. И там все так красиво внутри. Я обожаю Академгородок. Это как маленький санаторий, сказала одна из моих знакомых. Просто живя здесь, ты постоянно находишься на природе, на свежем воздухе. У нас даже есть свой утиный пруд. Когда-то, правда, в мое детство здесь было обычное болотце, я не знаю. Но пару лет назад его привели в такое приличное состояние. Очистили, завезли сюда какие-то растения, камни с Алтая привезли, насколько я знаю. И теперь все приходят сюда, приезжают даже из города, чтобы погулять на нашем пруду, покормить уток. Утки уже прилетели, но здесь их не видно. Обычно в начале весны, весной, в начале лета их еще не так хорошо можно увидеть. Они прячутся. Вот такая прогулка получилась у нас. Я надеюсь, было интересно. Вот так отлично мы прогулялись. И, кстати, день начинался очень плохо. Шел дождь, была противная пасмурная погода. А уже к концу нашей прогулки выглянуло солнце. И мы получили огромное удовольствие от этого дня. Я надеюсь, что тебе было интересно смотреть. В магазине я приобрела вот такие чудесные открыточки. Я уже знаю, кому я их отправлю. Я надеюсь, что они всем понравятся. Я сама не хочу их на самом деле выпускать из рук. Такие они красивые. И, конечно же, из книжного магазина я не могла уйти без книги. Но благодаря своей подруге она подарила мне наконец-то мою темную Ванессу. Сейчас все читают эту книгу, все о ней говорят. И, честно говоря, мне самой очень-очень интересно с ней ознакомиться. Я думаю, что это будет тяжелое чтение, но интересное. Во время нашей прогулки я уже успела прочитать первые 50 страниц. Ознакомиться со слогом автора. Кейт Элизабет Рассел пишет легко, быстро вовлекает в сюжет. И на самом деле эту книгу я бы, наверное, уже прочитала. Если бы у меня не было долгов на канале, я уже запланировала кучу съемок. У меня должно было быть больше видео уже снято, но я ничего не успеваю. Поэтому на время отложу эту книгу, пожалуй. Но я рада наконец-то, что я, наверное, бы сама не решилась. Потому что тема в этом произведении затрагивается довольно сложная для меня, такая колючая. Но подруга сделала этот выбор за меня, подарила мне эту книгу. Я очень благодарна ей. Вот такое получилось видео. Немножко сумбурное, наверное, но я люблю подобные форматы. Иногда включать в свой канал. Пиши в комментариях, любишь ли ты смотреть влоговые видео. Интересно ли тебе ходить со мной по книжным магазинам. Ставь лайк этому видео, если оно тебе понравилось. Если нет, тогда не надо. Но пиши в комментариях, что именно тебе не нравится. Мне будет интересно почитать. Ну а на сегодня все. Желаю тебе только красных прогулок. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова